ты кто ну где-то курса с четвертого мы начали заниматься бизнесом ну то есть была зарегистрирована первая компания на самом деле даже после этих убытков мы понимали что прибыль-то близка модель групп он работает для аудитории от 25 людей 25 лет и старше то есть если у тебя вообще нет столько в свободных в кафе допустим кафетерии да то мы не нужны у тебя это все хорошо слав мы тебе скажем забей на боулинг поставь скидку 90 процентов наша задача привести тебе тысячу дорожек здесь связь такая да чем больше размер скидки тем больше первичной аудитории ты получишь если ты уверен себе ты знаешь что ты очень мощно можешь превращать в классный сервис и ты мощно можешь превращать первичную аудиторию в постоянно тогда давать скидку 90 процентов но сейчас мы вообще превратились такой мощный рупор ерунду не выпустим но наша задача мы понимаем что весь спрос мы не удовлетворяем клиентские мы сейчас модель которая дает им то что они может быть даже не хотят то есть мы сами решаем что клиент хочет и даем ему это все все просто привет интернет сегодня у нас интересный гость я считаю вообще список кознетовских наших персоналей без него неполный рамиль сегодня чиколайф ми сегодня у нас будет чиколайфить и первый вопрос как ты вообще додумался до вот этого ну я понимаю что идею ты придумал эту ночью вот понятно что она честно там скоммунижена да но как тебя вообще чуть а подвигло на это все как это было смотри было так твой сайт затрахал вообще весь казнет в говно блин по моим ощущениям да то есть вот сейчас мне в твиттер эти прочитаю я перед передачи написал что буду сегодня с главным чиколайфом да там это чесночек вот они как уберите спам уберите вообще там я ну много и конструктивных как бы висеть то есть но как бы активная у вас позиция более чем это смысле к этому вернемся давай как как все случилось но где-то курса с четвертого мы начали заниматься бизнесом но то есть была зарегистрирована первая компания это было все в москве учился я в москве именно высшее образование получал а какой музей сейчас называется финансовый университет при правительстве российской федерации вот так вот а школа здесь закончена 105 рядом который находится и это был первый бизнес это был традиционный бизнес мы занимались размещением рекламы в узах москвы подумали о том что там реклама нет был прикольно потому что студенты это желанная аудитория для определенных компаний подумали что было бы классно размещали рамки и делились прибыли с вузом тебя волнуешься что-ли или чё я чё-то смотрю ты как-то так начнется до свидания давай до свидания все интервью с Рамина закончил не надо серьезно подвязывать и чё хабар что ли ты выдохни давай нормально разговаривай а то я не понимаешь как будто я про творческие планы не ну я тебя понимаю я тебя поздравляю даже с этим ну это мы тут писки назад потом затронули сейчас давай просто расслабляйся пофигу другую компанию она занималась тоже студенческой темой это выпускной альбом для студентов первый год у нас был убыток где-то минус пятьдесят тысяч долларов второй год еще минус пятьдесят тысяч долларов то есть ко второму году у нас был бы так минус сто тысяч просто на самом деле даже после этих убытков мы понимали что прибыль то близко потому что было понятно что на тот период да мы ушли минус но мы заняли там процентов 40-45 всего рынка москвы по производству выпускных альбомов убитком может и так на тот период но окей на третий год мы стали прибыльными на четвертый резко прибыльными и мы отбили наши убытки и стало понятно что вот мы можем дальше также развиваться можем даже идти с этим проектом другие страны на тот период мы открыли четырех городах россии москва петербург иваново и краснодар и было понятно что окей мы можем так идти но предел он очень рядом то есть слишком далеко мы не зайдем а конкретно я говорю об объеме рынка на тот период я очень хорошо понял что я не очень понял там 100 миллионов где там пределом это еще человек какой там предел рынка выпускной альбомы для студентов ну хорошо но ты резко сокращаешь объем рынка тем более что это традиционный бизнес ты не можешь его делать скажем для выпускников владивостока хабаровская или даже там красноярска дешевого города можешь на те нужно приезжать туда тебя нужно отдельно офис снимать и так далее то есть там рост доходов он будет примерно он линейный с ростом расходов расходы будет также быстро расти и вот по опыту нашего нашему опыту запуску городов происходит так ты выходишь город год-два там убыточный то есть ты строишь базу ты инвестируешь там в людей чтобы они поняли как продавать команду сейл застроишь и на это уходит год-два где ты просто теряешь деньги и только там на 3 4 начинаешь расти мы посчитали да можем так заниматься еще этим скажем лет 10 но к чему мы придем и на тот период было очень так интересно одновременно с нами в 2007 году закончил закончили ребята из высшей школы экономики университет по сути мы примерно два равных вуза в россии части командам там заочно знали но на тот период они уже создали дарбери продали углу по ну и очень хорошо заработали и разница была только в том что мы в свое время пошли денег грубо говоря и у них и у нас не было на старте интересный вопрос ты же помнишь меня перебиваю всегда по сценарию вот весело все кознет делает ставки да то есть вот продаж титиковые фмии или не продажно я сейчас объясню ты делаешь смысле и вот для этого или не для этого потому что а я все равно когда маски знаешь там процентов 60 все-таки продаж все равно нет без разницы какие ставки проиграют те кто там 60 процентов проиграют ничего идея в чем мы создавали чоколай для продажи это видео изначально цель была такая то есть вина динамика групп он заходят другие страны покупать проекты вместе с командами это было правильно и для крупа на этой что было раньше это еще лучше то есть они еще и оценили и им еще и денег дали то есть это как бы вообще супер супер но а где я слышал что он падает регулярно в общем падает я считаю что дело общение в котировках без разницы какие котировки важно какой бизнес вот и главная проблема им грубо говоря нужно забить на эти котировки вообще да и заниматься делом потому что если они будут показывать устойчивый рост если не будет показать такую же динамику просто как смотри они зашли на и пиона то есть и сразу стало понятно что но по сути это надутый мыльный пузырь бог ну как тебе стало понятно что это станет понятно только когда ты увидишь что они из квартала в квартал скажем падает по показателям финансовым они не падают по финансовым показателям вот если падают и котировки это значит что рынок может быть не верит в такой же бурный рост который был до этого я сейчас разуждаю рамильич как тупой обыватель такой среднеизвешенный почему потому что ты же понимаешь всю ночь да не готовился к этой программе вот я каждый день не хожу не проверяю котировки акции группа вообще я на фондовой бирже не был ни разу но если честно тоже все равно что падает группа ну окей там пусть падает если тот считает что это там повредит рынку но я так не думаю а честно говоря вообще какая сейчас ситуация мы вообще перепрыгнем да я расскажу не ну не не надо смотри то есть как у нас просто есть час за который мне надо можно больше прикольных из тебя вещей потому что ну я я понял что ты эту биографию свою зарядил надолго мы видели что вот грубо говоря мы на одно время начинали тысячи могу готов закончили университеты но кто-то пошел в интернет бизнес грубо говоря быстро растущий рынок и огромный сам по себе по размерам кто-то пошел традиционный в итоге при одинаковых усилиях что с нашей страны что с их что мы там ночами работают что они ночами работали они выросли вот губы ли сюда мы остались примерно на этом уровне и стало понятно что размер рынка безумно важен то куда ты пойдешь очень важно если ты сейчас идешь на большой рынок на растущий рынок то ты будешь работать точно так же какие все другие на традиционных рынках но ты просто на выходе будешь гораздо выше просто потому что рынок тебя поднимает вверх не потому что ты там такой умничка и красавчик поэтому стало понятно что надо идти на большой рынок во первых во вторых какой один из растущих быстрых больших рынков это интернет рынок и второй момент было понятно какую модель использовать потому что на тот период в казахстане эта модель она была там три-четыре компании были но они все были очень дохлые и из россии где как там каждый день ты видишь вот эти рассылки эти гигантские объемы проданных купонов это было очень понятно что местная компания делать что-то не то поэтому решили запускать себе на модель группа по твоим ощущениям слезы вот почему чековаев как бы он сейчас стрельнул да и работает можно к нему по-разному относиться да но то что он стрельнул и работает по моему для всех очевидно да то есть работа нас другой вопрос там сколько работает там как работает это уже другие вопросы да но есть же вот три компании или сколько там я тоже не особо изучал да почему у них в смысле ну это грубо сказать можно сказать что не получилось да то есть они сейчас что-то там трепыхаются но как бы мы их не называем да ну просто вот интересно диалектически то есть вот ты как профессионал в этом то есть что они делали неправильно много денег не вложили или что там три момента основных первое они неправильно выбрали аудиторию целевую модель группа работы для аудитории от 25 людей 25 лет и старше если ты приглашаешь ресторан 18 летних ребят то ресторан с тобой больше не будет делать иметь там дело да если ты приглашаешь там такую же аудиторию там какой-нибудь салон красоты и она приходит и уходит то это тоже не из хорошо в общем студенты это не аудитория купонных сервисов это изначальная ошибка те кто ставит там таргетинг на 18 лет это изначальная ошибка это номер один мы заходили стали исключительно 25 плюс сейчас мы снизили до 18 но не ниже то есть 17 лет не ты зайди там в контакте чего куда ты не видишь никогда нашу рекламу в таргетинг жестко от 18 и выше это важно второй момент действительно это объем инвестиций маркетинг в такой модели имеет большую большое значение потому что чем больше маркетинга тем больше у тебя пользователь чем больше пользуется тем больше продаж ну соответственно тем больше эффекта для самих заведений партнеров а бизнес ориентирован на партнеров он не ориентирован на клиентов то есть в меньшей степени на клиентов больше на партнеров если модель позволяет партнер развивается он видит эффект тогда эти все будет хорошо там включает сарфан на радио партнеры друг другу говоря на супер чоколайф это мощно и так далее да вот наверно там второй момент третий момент это не знание самих технологий то есть как как работать с партнерами, как им рассказывать, как их убеждать, создать акцию. Это было на старте очень критично и важно. Мы просто пообщались с самими ребятами с Группона. Я думаю, ошибка вообще местных принимателей, не только в этой модели, в других тоже. Они просто смотрят поверхностно. И вот скидки, да, то есть я приду, сейчас скажу, давай, типа, дай скидку, и вот у нас будет как там, как в России, примерно так. Не знаю до конца, не знали, и сейчас уже знают, кстати говоря, не знали до конца, как убеждать, как рассказывать о прелестях модели. Вот эти, наверное, три основных составляющих. Можешь раз меня убедить, чтобы я дал рекламу на твоем сайте, просто каратенько? Ты кто? Ну, не знаю. Ну смотри, я объясню, там есть разные эффекты для разных компаний. Есть компании, для которых особенно силен то, что называется там апсейл. Я люксор. Ты люксор. Какие у тебя проблемы? Никаких, у меня все ништяк вообще, я в космосе. Я лучший фитнес в стране. Ты лучший фитнес в стране. Ты хотел бы получить больше аудиторию? Хотел бы, но много вопросов. То есть вот, да, я не хочу там много дешевых прощать. Давай на коротке я расскажу основные эффекты, которые действуют для разных типов компаний. Кому мы не нужны? У кого все супер-супер шоколадно и там офигенно. То есть если у тебя вообще нет столько в свободной кафе, допустим, в кафетерии, да, то мы не нужны. У тебя и так все хорошо. Мы тебе только собьем твою маржу и мы тебе не нужны. У тебя все хорошо. Если у тебя, скажем, есть эффект, то что называется там дополнительные продажи, апсейл, например, ты боулинг, да, у тебя не все дорожки заняты. У тебя там половина заняты, а будни еще меньше заняты. Что мы можем сделать? Мы можем, то есть своим ты как продавал, так и продаешь. Ничего не меняется. Мы тебе приводим еще, например, 300 дорожек, на каждой из которых по 4-6 человек. И они тебе будут, ты на боулинге, на дорожках ничего не заработаешь. Но ты хорошо заработаешь на том баре, который они будут оставлять. Нет, Саша, бар идет без скидок. Хорошо, давай я боулинг. У меня сейчас игры 3000 тенге. По чем я должен в Check-a-Life Me, какую я должен дать тебе цену для твоей публики, чтобы ко мне пришло много людей. Ты должен понять, на чем зарабатывать. То есть мы придем к тебе и скажем… Это прямой был вопрос, какой цену. Слав, мы тебе скажем, забей на боулинг, поставь скидку 90%. Наша задача – привезти тебе 1000 дорожек, чтобы ты заработал на баре. У нас по 300 тенге, получается, я дорожку должен зарабатывать. Вовсе не забудь, а у тебя они пустые. Считай, что мы тебе продаем пустые дорожки. Что вот здесь будут стоять люди, они будут, да, еще шары бросают, но они тебе будут есть, кушать. Понимаешь, они тебе будут, ты основные деньги будешь делать не на дорожках. Пусть люди играют бесплатно, грубо говоря. Ну, я не согласен с этим. Не важно, какая скидка, 90%, 99% – не так важно. Не согласен с этим. Зарабатывай на еде. Как хозяин боулинга, я тебе скажу, у меня есть амортизация оборудования, которая в случае с боулингом весьма прозрачная. Слав, давай рассуждать. Если дорожка пустует, ты на еде зарабатываешь? Нет, при чем здесь еда? Ты зарабатываешь на еде? Ну, конечно, не зарабатываю. Конечно, не зарабатываешь. Сколько средний чек с дорожки? Ну, у меня? Да. Ну, я думаю, тысяч пять. Пять тысяч, окей. Это еще, наверное, это хороший чек. Если мы тебе приведем… Пять тысяч, на самом деле, это мало. С дорожки, где 4-6 человек, это мало. Если мы тебе приведем тысячу дорожек, грубо говоря, мы тебе продадим, делаем дополнительные продажи на 5 миллионов. Как это тысячу дорожек? У меня их всего 8. Я имею в виду, продадим на месяц, условно. Ну, окей, ладно, 300 дорожек, без разницы. Мы тебе сделаем дополнительных полтора миллиона. Потому что каждый из этих дорожек оставит на еде по 5 тысяч. Если мы тех не приведем, ничего не произойдет. У тебя будет все, как раньше. Если приведем, зарабатываешь дополнительных полтора миллиона. Плюс еще немножко на самом деле, в игре. Получается, для боулинга меньше, чем… То есть, он должен дорожки фактически бесплатно отдать. Да это… Я к чему говорю? Можно поставить скидку 50%, тогда он еще на боулинге немножко заработает. Но дело в данном случае не в игре, а дело в еде. То есть, конкретно для боулингах модель работает на апсейл, на дополнительную еду. Если мы берем рестораны, например, то другой совсем, другой эффект. Смотри, что может делать ресторан? Как ему рассказать о себе аудитории? Он может давать, допустим, кучу рекламы в газеты, в журналы, там еще как рестораны поступают, флайеры сдавать. Он не может кучу рекламы давать, потому что у него рекламный бюджет. Окей. Ну, тем не менее, он может давать какой-то там, не знаю, 5 тысяч долларов может рекламу давать в месяц? Может. Может. Окей, дает 5 тысяч долларов рекламу в месяц. Что в итоге получается? Люди мимо проходят, ему дают рекламку. Человек, да, он знает о заведении. Но почему он вдруг из вот этой кучи заведений, которые есть, должен туда прийти? Почему? То есть, главная задача ресторана, как рестораны получить постоянных клиентов. Сделав так, чтобы туда пришел первичный клиент, чтобы он пришел, увидел сервис, увидел уровень обслуживания и так далее. Мы говорим примерно по-другому. Давайте сделаем так. Мы вам эту первичную аудиторию приведем. Но чтобы она к вам пришла, дайте спецскидку. Дайте вот эти вот 50% как волшебный пинок, чтобы эта аудитория вдруг решила прийти именно к вам, а не, скажем, в ресторан через дорогу. То есть, получается, если я ресторан, то я должен дать полтинник процентов скидки? Ну, хотя полтинник. Здесь связь такая, да, чем больше размер скидки, тем больше первичной аудитории ты получишь. Если ты уверен в себе, ты знаешь, что ты очень мощно можешь превращать тебя в классный сервис, и ты мощно можешь превращать первичную аудиторию в постоянную, тогда давай скидку 90%. Да, первый раз ты не сработаешь, там, ну, окей, не везло, чтобы ты в минус не ушел, в ноль там сработай. 70%, да, да, там, 85-80%. Пригласи по максимуму первичную аудиторию. Пусть они придут и посмотрят. А потом уже ты знаешь, что ты классный, да, ты крутой. Придет тебе 100 человек, да, ты из этих 100 в ближайшие 3 месяца тебе придет еще 80. Ну, все, проблем нет. С боулингами, с ресторанами, понятно. А какие еще вот на сегодняшний день распространенные группы клиентов, которые юзают Checkolife.me? Ну, сейчас мы вообще превратились в такой мощный рупор. Ага, кто бы сомневался? Ну, просто смотри, у нас 365 тысяч пользователей. То есть, сейчас… А это, извиняюсь, по каким? Я вот счетчик аккаунт Zero там не наблюдаю никогда. Нет, это зарегистрированные пользователи, не трафик. Трафик где-то в районе там 25-30 тысяч уникалов у нас. А чего вы счетчик не повесите? А зачем? Ну, не знаю, что бы было. Что бы было? Что бы было счетчик? Ну, он что покажет? Он покажет. Ну, если кто-то у нас клиентов спрашивает, мы там шарим аналитикс. Что на счетчике обычно показывают, то и ваш будет показывать. Смотри, мы в любом случае, мы не до конца рекламная модель. Мы модель продаж, по большей части. Но рекламная составляющая у нас тоже очень мощна. И она у нас в другом немножко проявляется в силе email-маркетинга. То есть, мы делаем рассылку 365 тысяч пользователей получают. То есть, вы сейчас уже набрали базу emailов. 365 тысяч. Да, это мощный ресурс, который позволяет реально качать там практически любое заведение. По Алмате это, да? А, нет, это по всем городам. А у нас по Алмате и Астане примерно по 12% всего населения, включая детей, женщин, я имею в виду, вообще 12% всего населения зарегистрировано. Это значит, что пользуются, скорее всего, немножко больше. Потому что это именно регистрация активированная, мы считаем. Если регистрация не активирована из email, она не считается регистрацией. Только активированные из email регистрации. Вот так. Это мощно. То есть, ну, условно, да, мы проводили акцию с торговым центром АДК. Мы им поставили рекорд по пощаемости в этот день, когда у нас была акция. У них никогда даже в момент открытия не было столько людей. Но они сами, собственно, нам об этом рассказали. Это было круто. А какой там был алгоритм? Алгоритм? Очень простой. Покупаешь один купон, стоимость 999 тенге. И получаешь скидку в 37 заведениях АДК. А какую? Разная скидка. Ну, там, как правило, скидка была номинально 50, но при покупке от суммы, грубо говоря, вот так. Там даже восторчики были. Ну, там разные скидки. В восторге 10% была скидка. Ну, это большая скидка для Астора. Для Астора, да. Потому что там не на всех группах товара и по 10% зарабатывают. Окей. Еще какие интересные были компании, такие вот, которыми можно похвалиться? Просто за АДК я могу подтвердить. То есть я напрямую общаюсь с учредителями АДК, и действительно возбудила эта акция. То есть это я прям подтверждаю. Вот, это правда. То есть, ну, я имею в виду, что вот это я прям точно знаю, да, то, что это было, они, ну, им понравилось. То есть я, я, они много вариантов, как бы, пробовали, да, то есть, ну, этот вот четко как бы сработал. Ну, вот здесь все зависит от товара и от того, как акция, то, что называется, там, выстроена, да. Шумная акция была с картошкой. Мы, там, перед сезоном, когда все закупают картошку, начали продать картошку в мешках со скидкой 50%. Там за, не помню, полтора дня мы продали 20 тонн картошки. Это было тоже прикольно. Весело, да. Да, это было весело. Вот, причем хорошая картошка. А сколько народу сейчас в Амиле трудится? В Чоколайфе? Да. Ну, смотри, мы немножко сейчас стали расти в другие направления, то есть помимо дисконтного сервиса, у нас начинают такие отросточки расти. И вот если брать всю толпу, то где-то человек 120. А именно на Чоколайфе, наверное, человек 100. Вот так вот. А это, в смысле, кто все эти люди? То есть они, что делают-то там? У нас большой штат ребят, которые работают в службе заботы о пользователях. Ну, что звонишь? Клиентский сервис. Не понимаю. Клиентский сервис. Ну, то есть, объясняю, ты звонишь… Ну, может, три раза сказать клиентский сервис, я все равно не понимаю. Кто такие эти люди? Это, наверное, наша гордость. Ребята работают 24 на 7. Реально, то есть можешь в три часа ночи позвонить с какой-то проблемой, сказать там, так и так, вот у меня купон не принимают, или что-то не активируется, или подскажите мне адрес. Это колл-центр, да, фактически? Ну, да, ну такой расширенный. То есть они, помимо ответов на телефонные звонки, они отвечают на комментарии, отвечают на обратную связь. А на сайте, в смысле, комментировать можно? Да, конечно. Вопрос можно задавать, мы отвечаем. Вот так. А комментировать нельзя. Просто комент ролить? Нет, ну, комментировать. Ну, что значит, комментировать? Понимаешь, ты отставляешь свой комент, просто он при модерации проходит. Ну, понятно, начнете. Ну, ерунду мы не выпустим. Нет, я ничего не люблю. Как угодно можешь к этому относиться, но просто мы бизнес ориентированы на развитие бренда партнеров. И партнеры нам что говорят? Слушайте, вот этот комент, это явно писал мой конкурент, да? Ну, потому что это ерунда полная, у нас такого нет. И что тогда мы должны делать? Ну, здесь мы, как правило, ставим на позицию партнера. То есть, что мы отвечаем в любом случае на комент, но иногда этот комент видят не все, а только, скажем, человек, который… Комментирующий. Да, комментирующий. Иногда так. Но если мы получаем конкретные факты того, что люди действительно недовольны, мы их выпустим. То есть, здесь мы не собираемся прикрывать слабых партнеров. Не слабых, а тех, кто просто недобросовестный. Если партнер действительно косячит, то пусть об этом весь мир узнает. Слушай, а можно просто рекламу у тебя на сайте разместить? Почему это? Потому что мы продающая модель. К нам люди приходят покупать, не смотреть. Вот если можно что-то продать, тогда да. То есть, просто баннерок нельзя повесить? Нет. Можно повесить баннерок и что-то у нас купить, тогда да. Понятно. Хорошо. Какие творческие планы? Творческие планы? Это дебильный вопрос, но в смысле, в твоем случае, интересно. Ну, смотри, что мы видим. У нас есть сильная база покупателей. И в отличие от многих сайтов, это именно база покупателей. Потому что люди к нам регистрируются, приходят на покупатели. Можно прикольно играть в эту игру, скажем так. Ну, наша задача, мы понимаем, что весь спрос мы не удовлетворяем клиентски. Мы сейчас модель, которая дает им то, что они, может быть, даже не хотят. То есть, мы сами решаем, что клиент хочет. И даем ему это. Ну, наверное, это не совсем правильно. То есть, я думаю, что не совсем правда. То есть, это не вы решаете. Это решает, скажем, там, фортуна. То есть, вот правильно сказать. Ну, или как там, проведение, может правильно сказать. То есть, с кем вы умудряетесь об этом договориться? Нет, нет, не так, не так, Слав, совсем. Объясню, как мы действуем. Мы выстраиваем сети-план. То есть, у нас есть план по каждому городу, какие акции мы будем проводить. Дальше под этот план мы раздаем так называемые лиды. То есть, мы говорим, так, нам нужен ресторан такого-то уровня, вот тебе там 10 лидов, вперед договариваться. И человек идет, договаривается, и он договорится. То есть, он точно договорится. У нас нет сомнений в том, что он договорится. Просто из пяти ресторанов, которые друг с другом конкурируют... народу, который точно договорится. Точно договорится? Точно, точно за десяточку. 10 волков есть таких, которые пофигу, с кем договорят. Вообще пофигу, да. Но это хорошо. Поэтому они договорятся... Сколько такой чувак стоит? Кто как работает. Хорошо, я считаю, что у нас хорошо зарплаты. Вот этот хорошо работает, судя по всему, раз ему пофигу, с кем договорятся. Ну, тысячи долларов. Тысячи. В смысле, закосарь так отжимаются? Не закосарь, тысячи. Тысячи долларов. они хорошо зарабатывают то есть если акция классная, она приносит хорошие деньги а классные акции всегда приносят то есть у них еще какой-то комиссион комиссия, да, конечно, все работают комиссией это же чисто активная продажа не, не, я абсолютно продажникам вообще им нельзя если они не получают вот этот живой кэш во-первых, если он не хочет я не понимаю, как продажник может на фиксе работать не может, нормально может дебил, дебил значит речь была о том, как мы договариваемся так вот, они заведение нас тоже могут выбрать если нам напишут в обратную связь но все, если это бьется заведение с ситипланом оно встанет, если не бьется, оно немножко ему придется подождать а в неделю сколько акций проходит? ну, в месяц где-то за 300 в месяц за 300? да, по всем городам а сколько городов? 4 Астана, Амонта Ак-Тубе и Караганда и Караганда а чем был обусловлен выбор последних двух? Караганда и Ак-Тубе это мы смотрели по интернет-проникновению все понятно, там круче интернет, да? интернет круче да, в октавочек лайф не будет работать потому что там такое чувство, что интернета как бы и нету маленькие города маленькие, не маленькие есть еще важный момент интернет это со стороны клиентов и есть со стороны партнеров еще раз, мы работаем там, где нужно решать проблемы партнеров если у партнеров нет, а в маленьких городах где очень мало заведений в принципе там у тебя не стоит выбор куда пойти в ресторан там пойти в ресторан, он там 1, 2, 3 их например да походи по базару, поторгуй да, да то есть мы нашли там, где реально вот вышло новое заведение и при той массе заведений, которые есть ему тяжело выделиться ему надо себя показать он готов там пригласить просто вот он классный, да? но у него допустим не хватает денег, чтобы о себе рассказать тогда он говорит ребята, я не буду давать рекламу дорогую куда-то в СМИ просто придите и посмотрите вот тогда мы нашли вы недавно эту презентацию проводили я ее посетил, но там стоял такой долгоговорящий парень то есть и как бы, ну я не смог все это послушать ты взял самое интересное ну я скорблю но у меня есть замечательный способ из первоисточника можешь там в 3-4 словах то есть она была посвящена бизнес как бы сегменту да, то есть ну я имею ввиду, что Чиколаев как бы он запустил какую-то новую услугу можешь ее проговорить там так что вот для дебилов и коротко то есть вот ну грубо говоря, мы запустили Чиколаев теперь не только люди покупать могут теперь компании могут покупать на Чиколаеве но какой эффект? эффект такой ты маленькая компания или там средняя компания ты не можешь получить такую же скидку это интернет-магазин, да? другими словами такой навороченный ну это Чиколаев это сервис коллективных покупок то есть смотри, ты маленькая компания а есть большая компания вот большая закупает компьютеры со скидкой там 40% условно а маленькая там 10% так вот если мы соберем много маленьких компаний то они смогут тоже закупать компьютеры со скидкой 40% вот в этом идея только эту скидку Чиколаев получит и эти маленькие компании будут юзать Чиколаевскую скидку ну да, все логично да, да, то есть мы договариваемся а они за это тебе будут платить так полагать ну, они оплачивают вот эту вот свою скидку 40% а наша комиссия сидит уже то есть нам платит комиссию продавец за то, что мы продали его знаешь, интересная просто мысль вот, я уже чувствую, что я реально закипаю от этих скидок то есть у меня, ну, даже мой торгашеский мозг он не успевает так быстро ну, видишь, тебе легче, ты подготовленный вот, ну, ты же этим живешь, да? то есть, а я в это все должен быстро вникнуть как в первый раз и я вот уже чувствую, что вот еще еще пару ты мне схем расскажешь и я такой плохо не, ну, все просто просто же мы продаем мы закупаем, грубо говоря, можно так сказать оптом, продаем почти оптом, да? то есть, это понятно, что свою комиссию мы тоже имеем и это, да, действительно немножко сокращает размер скидки грубо говоря, если мы говорим о скидке 50 то мы продаем за 40, условно говоря то есть со скидкой 40 да, есть такой эффект ну, считаю, тоже норма потому что скидкой 40 купить лучше, чем скидкой 10 вот эту проблему мы решаем в основном для малых и средних компаний которые могут покупать оптом что-то плюс есть второй момент вот B2B продажи это, как правило, активные продажи то есть, у тебя есть, например, там, ты воду продаешь чтобы ты договорился чтобы у тебя много компаний закупали воду в офис то тебе нужно иметь штат продавцов которые тоже ходят и убеждают закупать воду твою продать через нас 60 компаний 60 компаний купило воду через нас еще пока не знаем эффекта да, то есть что за воду? в офис бутылки воды да ну, там, оптом они тоже закупали 10 или 20 бутылок но идея в другом если компании понравится тот сервис, который вот та компания по производству воды, да, доставляет то, возможно, там, окей, не 60 компаний но хотя бы половина останется с ней все будет хорошо в течение, там, трех-четырех месяцев она вот эти вот там ну, де-факто де-факто тогда получается можно же так сказать, что чекалаев во многом это такая уникальная штука для первого, вот этого лонча выхода на рынок чтобы тебя, как бы, потестили, да? то есть ты хочешь такой потеститься? вот, потеститься первый лонч лонч нового продукта да, или там, напомните себе у тебя что-то поменялось там внутри и ты хочешь себе напомнить открыть сезон ну, вот здесь много всяких эффектов или просто оптом продать это тоже есть грубо говоря, есть у тебя товар какой-то ты продаешь его на своей, там, торговой точке но проходимость твоей торговой точки она определенная, например, да? вот мне интересно, почему отели не юзают вот загородные, вот эту твою услугу почему не юзают? очень активно ну, например мы много продаем ну, всяких хом-клаб мы продавали там, еще что-то много продаем отели очень популярные хорошо, во-первых, и хорошо покупают загородный отдых ну, и там все хорошо некоторых мы забываем там, несколько месяцев вперед от Рьюзет хорошо почему у нас в Казахстане в Казнете нету много проектов похожих на твой? ну, много таких, как мой не может быть не много, а вообще никаких толком нету то есть вот все так и начинается смотри, должны быть проекты, которые проторивают дорожку которые показывают, что здесь можно зарабатывать то есть есть несколько проектов, которые мне кажется, прям реально показывают, что можно зарабатывать колеса, они показывают, что можно зарабатывать в медийной рекламе вот классно, все, все понятно можно зарабатывать в Казнете в медийной рекламе все, вперед с ним зарабатывать еще какие-то проекты в Казнете возбуждают? все? нет, нет, конечно мне нравится, как развиваются Нурки и З я считаю, что они вообще большие молодцы и мне особенно нравятся их амбиции, то есть они очень смелые ребята которые там не боятся идти в Узбекистан в Азербайджан, в Нигерию в Нигерии живут в Азербайджане 100 миллионов Нигерии живет они как минимум они первые, кто показывает никто не знает, но в Нигерии открылся это Жаскач, да причем у них очень быстро там эти показатели растут и мы сами думаем почему не Нигерия, ну почему не Нигерия почему бы следующая страна не открыть Нигерию это классно, мне кажется, они показывают нашему бизнесу, что можно свободно идти за границу, это классно потом я думаю, что в какой-то части мы показываем потому что мы еще довольно открытые ребята мы показываем, что можно зарабатывать в области электронной коммерции что люди готовы покупать нас каждый день покупают за тысячу человек, каждый день за тысячу человек половина из них платят картами половина через терминалы 2% платят наличными в офисе эти, киви, да, терминалы? киви терминалы, да вот, поэтому электронная коммерция есть мало того, мы безумно уверены в том, что есть спрос на нее нет, просто хорошее приложение ну, а самое многое, в смысле, сколько берешь денег вот, твой самый дорогой купон сколько стоил? ну, где-то 200 с лишним тысяч, наверное, это путешествия какие-нибудь я не знаю, сколько точно ну, за 200 точно купон стоит 200 тысяч нет, нет, это нет, сколько тебе заплатили ну, вот, твой самый высокий чек объясню у нас комиссия то есть мы продаем услугу у нас там есть твоя комиссия ну, это я понял ну, вот, в смысле, обычно, вот, ты называл в процессе интервью тысяч 50, наверное 50 тысяч, это самая большая то, что мы зарабатываем с купона? да да, где-то так, наверное 50, может, 70, 100 это же вопрос интересные людям, Ромик вообще, самый интересный вопрос сколько они зарабатывают? нормально мы зарабатываем вот я могу сказать мы чем больше года существуем оборот за 600 тысяч в месяц 600 тысяч долларов в месяц вот так вот 600 тысяч долларов в месяц ты сколько колеса обгонишь, да, у нас? а я думаю, пооборот обогнали я думаю пооборот, наверное, обогнали просто у них все деньги, которые они зарабатывают это их маржа а я считаю, наш оборот то есть вместе с клиентскими деньгами но мы обгоним колеса, потому что колеса это все равно реклама модели она так или иначе ограничена, а мы практически не ограничены, мы на низком старте у нас условно пока только 365 тысяч пользователей и многие из них еще ничего не покупали реально покупателей там меньше 50 тысяч у нас, тех хоть раз которые что-то покупали, так вот у нас статистика такая а что ты этими тогда так радуешься? ну они уже есть базе, они получают рассылку, они могут купить, то есть ты можешь к ним обращаться те, кто хоть раз покупали, где-то 1050 но статистика такая если ты хоть раз купил, ты реально начинаешь покупать часто, примерно один раз в два месяца ну я вот знаешь я как-то вот ты не покупал тебя надо купить один раз, когда ты поймешь? я не про то я не из этих людей однозначно, то есть я вообще редко что-то покупаю, то есть я ну очень такой шоппер тот еще вот я вот в одних штанах могу 3 года ходить да, то есть да нет, дело не в том, ты же все равно ходишь там, отдыхаешь не отдыхаю практически нет ну какой-нибудь загородный отель купи? ну ты что, они мне, во-первых, все должны денег то есть, ну мне глупо, только трусы покупают загородные отели ну в моем случае, то есть, понимаешь, я же с ними работаю то есть у меня скидки круче Чиколаева, поверь мне то есть взять тот же Хоум Клап, у тебя там какая максимальная была хорошая скидка Чиколаева, для клиентов 50 моя большая вот то есть этот, они готовы мне в подарок давать скидки я же им тоже деньги приношу я им приношу заказы на корпоративы я не очень, ну, этому рады, потому что ты Хоум Клап, международный Копчегайский, да? нет а ты Хоум Клап Коскеленский да, вы там были, я же вас даже видел там с флагами да, да, да на старой БМВ я помню ты в этот момент там был, да? конечно же, мы в этот момент там корпоратив проводили у нас там год был Чиколаев, поэтому вот да, нет, я, кстати, вот от Хоум Клаповцев тоже они плохого ничего не сказали другой вопрос, что мне кажется ну, вот по моим ощущениям, вы не ведете для людей как бы разъяснительную работу согласен, плохо ведем абсолютно, да, то есть вы затрахиваете интернет я согласен как бы прикольно, он уже затрахался то есть могу привести вот затраханные твиты от затраханных твиттерян мне кажется, нужно людям объяснять вот конкретно, вот в чем фишка, да то есть вот на ихнем простом потому что вы очень грамотные, да но это вот палка о двух концах потому что, понимаете, вы объяснили это нашим супер продвинутым там пользователям интернета ну, они все все знают уже супер ну, так их там, Господи, там, сгулькин там этот нос, да то есть вот, а как бы остальным просто мне кажется, надо тупо, вообще примитивно объяснять и лучше еще в прикольной какой-то доступной форме те 300 тысяч пользователей, которые нас не покупают они, скорее всего, не покупают по одной причине, не доверяют то есть доверяют человек почему потом резко количество покупок возрастает он понимает, что да, ничего себе, работает то есть вот я согласен полностью мы должны вести разъяснительную работу и ломать вот этот стереотип, ой, не может быть такой скидки там, еще что-то такое да, потому что Казнет, ну, грубо говоря, вы уже там залезли да, согласен куда только можно то есть у вас уже план по Казнету, я считаю, выполнен и перевыполнен то есть я постоянно вижу, откуда вы гоните трафик то есть вот и какими способами то есть я думаю, что, а куда еще дальше то есть Рамиль умолчал сегодня он один из самых богатых рекламодателей Казнета то есть еще чуть-чуть и он Самсунг начнет это а какой из твоего Самсунга бюджет? по бабу делать нет, ну такое у тебя пока, наверное, столько ты не сможешь тратить ну, я не смогу ну, опять же не факт дело не в этом дело просто нужно ли то есть есть конкретные показатели которые мы должны держать в норме то есть если показатели вбиваются то мы включаем рекламу ну вот так что молодежи посоветуешь? вот тебе сколько лет? 27 я просто помню, вот когда год назад или полтора я познакомился с Рамилем вот с Рамилем, извини он пришел вот такой же в маечке какой-то такой харизматический такой чувак вот и продай мне клиентскую базу у меня там небольшая тогда была вот я вот так вот так взял, деньги принес смотрю странно дурак, что ли, да? ну, типа да вот потом смотрю у вас был купил Кизет это очень профильный но это профильный проект то же самое нет, но это профильный проект нет, это все понятно то есть мне его на значу дали этот сайт я попробовал он раз пять я заработал на нем две с половиной тысячи долларов потом понял что Слав, сейчас историю расскажу у нас до сих пор по сути такие две параллельные базы и одна отличается от другой на пять тысяч человек мы скупили где-то там одиннадцать тысяч если не ошибаюсь часть пересекалась но вот эти пять тысяч они до сих пор не стали нашими пользователями то есть они вне базы пользователей у вас подписчиков вне базы пользователей пять тысяч стали же на вашем это которые мои а те пять это ульяновские мы что поняли на самом деле по сути ведь можно сказать, что это аналог спамбазы то есть с таким же успехом мы могли просто взять какую-то новую базу вы не купили базу вы купили то, чтобы Неруш не занимался этим бизнесом то есть просто после того как я это как бы продал да, то есть ну мне глупо было заниматься вот конкуренты странили ну да таким весьма нормальным и прозрачным способом там без всяких там прикольно да, без всяких там пакостей да, просто взяли дали денег сказали ты все равно этим не занимаешься я говорю, ну да вот и мы этим и не занимаемся все прикольно все по-честному вот про планы ты еще не дорассказал а, про молодежь да, я ж ты меня сбил вот так вот кончилось тем, что вот этот вот харизматический паренек да, создал действительно прикольный прикольный проект не, ну в смысле перестань это же факты то есть и сколько там это случилось за год и я просто вот шаюсь по казнету я вижу людей казнета и я не могу найти особо много прецедентов кто бы вот взял вот так вот пришел с чемоданом приехал да, грубо говоря вернулся ты из Москвы да, то есть ну еще давай перечисляй этот могучий список давай-давай вгоняй меня в долги вон он кончился чувак понимаешь я к чему я знаешь вот это все к чему что пускай ты действительно есть живое доказательство тому что это возможно то есть а сколько на сегодняшний день стоит чекалаев по твоим ощущениям не знаю будет сделка будет понятно сейчас ну это все воздух не, ну будет сделка какая-нибудь не, ну не, ну не, ну стоит полмиллиона вот Игнатов как-то сказал вот то есть ну за миллион точно просто не знаю сколько в районе лимона да, уже стоит то есть больше ну я не знаю точно сколько я не знаю ну будет понятно там будет какая-нибудь сделочка ты даже продавать вроде не собирался нет не продавать полностью какая-нибудь там объясни сейчас кстати почему продавать уже не собирать а что не хочешь продавать нормально что лям возьми смотри забери миллион группон обязательно в Казахстан придет но уже не через нас 100% потому что мы для них слишком дороги им нет смысла покупать дорогой проект когда они могут купить небольшой проект и его сами развивать у группона политика по миру когда-то еще там полгода назад год назад она была мы должны быть первые везде сейчас другая мы должны быть там вторые, третьи, четвертые в каждый стран тогда мы будем первые по миру вот такая у них как бы стратегия у них нет цели быть лидерами а значит переплачивать за лидерство им тоже нет смысла это с одной стороны с другой стороны что мы понимаем видно же как поступает группон с командами которые он покупает ему команда нужна чтобы развивать профильный проект мы видим что в Казахстане можно развиваться шире то есть не только делать дисконтный сервис а идти шире нам эту возможность никогда группон не даст поэтому смысла продаваться просто нет то есть они не заплатят такие деньги куда мы можем сами развиться в течение там ближайших 5-7-10 лет они не заплатят такие деньги поэтому нам лучше сейчас не торопиться зачем нам сейчас деньги по большому счету да ну зачем они нам нужны только для того ну вот я тоже не знаю обычно людям нужны вот я сейчас мы окей мы готовы подождать на бенде будем пожелезти в общем сейчас нам деньги если они нам нужны они не нам нужны они в проект нужны для того чтобы расти шире и все да то есть мы видим что вы сейчас реинвестируете всю прибыль все реинвестируем вообще все снова туда 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 у нас я уже рассказывал несколько раз у нас было три точки безубыточности в начале безубыточной мы стали в ноябре на тот период у нас было где-то человек 50 людей ну ты стал безубыточным да то есть какая-то прибыль пошла ну а что делать дальше и когда ты смотришь на в принципе успешные коэффициенты да то есть мы там вкладываем какие-то деньги они нас как-то отбиваются то ты понятно тебе выгодно дальше вкладывать поэтому ты увеличиваешь размер команды ты увеличиваешь там количество сделок и идешь дальше вот мы пока идем так то есть мы все что получаем там реинвестируем как снова мы становимся прибыльным мы снова целенаправленно уходим в убыток потому что мы наращиваем количество людей в команде качество команды в Алма-Ате у тебя ну так вот игроков вот таких кто с тобой играет вот сколько по твоим ощущениям ну я думаю что еще как минимум 3 плюс 1 ну или 3 сейчас 3 компаний которые мы считаем каждый день по продаже это бисмарт который номер 2 причем такой номер 2 который сильно оторвался от номера 3 и 4 дальше идет компания непонятно какая ну вот дальше троица примерно вместе сейчас идет это Беглеон российский это Купикупон российский и это Близзард местный игрок но они сильно отстают то есть они остаются в 10 раз я чуть-чуть другое ты немножко видимо не так объяснил я имею ввиду сколько игроков вот пользователей наших алматинских играют вот ну плотно из Алматы вот в игру чековой вми то есть я не знаю сколько мотится что там ресурс роста просто еще умопомрачительнее умопомрачительнее я говорю ну 50 тысяч человек покупают хоть раз что-то покупали это всего 50 тысяч человек из 15 миллионов по 1,5 миллионного города еще и область не считает это я беру все города 50 тысяч человек по всем городам Семен Семенович там срочно надо начинать сотрудничать с удовольствием я снова расти можно еще расти расти То есть, если брать наши показатели, что такое в годовом исчислении наши показатели, это 6 миллионов, условно, 6-7 миллионов долларов. Но сравните это с ВВП Казахстана, это вообще копейки. Что такое компания на 7 миллионов? Нет, а когда эти 6 миллионов считаешь? Ну, на 12 умножай, 600 тысяч. Нет, это мне понятно, что 600 на 12. Давай, хорошо. Хорошо, то есть, смотри, ты откуда эту цифру 600 тысяч берешь? То есть, к примеру, я боулинг, да, ты заключил со мной этот договор, мы продали там, ну, вот, тысячу человек, ой, ладно, тысячу я что-то хватил, 300 человек пришло, по тысяче тенге купили купон, да. Это что получается, 3 миллиона, да, правильно, да? 3 миллиона получилось. Это оборот. Это оборот. Да, дальше мы удержим эту свою комиссию, вот то, что мы удержим комиссию, мы называем моржа, терминология, это наша моржа, размер нашей комиссии, вот это все, это оборот. Ну, грубо говоря, мы действительно полгでしょう, этот корографируемый продаж. Нет, подожди, ваша моржа – это то, почем у вас купили этот купон люди. Нет, у нас купили за 3 тысячи, или как? Нет, за тысячи у нас купили. У нас купили по тысяче тысяч человек. Да, тысячи человек. А, и тогда наш оборот – миллион, наш оборот – миллион. На два миллиона куда делишь? Скидка. и никуда не делась скидка. Понятно. А, ну да, мы боулинг по штуке и продавали, да? Ну, да, условно. По штуке же мы продавали. Просто из этой штуки еще есть что-то, что боулинг получит, а есть что-то, что мы получим. Как правило, это 50 на 50. Половина получает до 100. До этого момента я вот нихрена не понимал в чеку Альби. Надо позвать Рамиля на программу поговорить. Можно вопрос позвать, чай поперек. И Рамиля в смысле, хорошо, потому что кроме меня это еще много народу знает. Всем привет. Да, и мне прикольно. Здорово. Ну, по большому счету мне вот все-таки хочу я выбить из тебя вот эти, ну как выбить. Давай открыт, в принципе. Услышать рекомендации все-таки молодым товарищам, потому что вот у нас дочерам сейчас кто хочет на интернете что-то... Смотрите, я готов уже все прям сходу. Первое, самое главное, первое. Приятно иметь дело со знающими людьми. Ну, как раз. Зараза готова. Выбирать большой рынок. Вот мой пример, яркий показатель. Где моя сенсация вообще сейчас? Подожди, следующий ты мне расскажешь, какую сенсацию. Хорошая сенсация. Первое, это выбирать большой рынок. Если рынок маленький, вы... Вот сколько бы вы там действий не делали на этом рынке? Ну, пока... Ну, пока... Смотрите, да, вообще считается, что маленький. Но, по крайней мере, если сравнивать... Смотря с чем сравнивать. Если сравнить с традиционным оффлайном в Алма-Ате, конечно, это большой рынок. То есть, если открывать точку, там, магазинчик в Алма-Ате или открывать интернет-магазин, конечно, интернет-магазин рынок гораздо больше. Ты работаешь на весь Казахстан как минимум. А если повезет, то и на весь таможенный союз. То есть, ввези в Россию ближайшие города. Поэтому, конечно, это шире рынок гораздо. Но если сравнить с российским рынком, то меньше. Все, не перебивай. Лучше. Первое, это большой рынок выбирать обязательно. Второй момент, не придумывать кривые бизнес-модели, а брать то, что есть на Западе и копировать у нас. Потому что там они уже проверены. Все, что вы сейчас придумали, это, скорее всего, там уже много раз пробовали и там много раз уже разбивалось. Берите готовую модель и ее используйте. Наш успех во многом, это не наш успех, а успех просто бизнес-модели. Очень крутая бизнес-модель у нас. Поэтому нам просто, можно сказать, везет. Вот не надо в виду, я много игроков тоже вижу, ребят, да, мол, но они такие модели придумывают. Ты думаешь, ну, боже мой, это даже там в Америке сейчас запусти, и тоже не факт, что пойдет. А у нас просто вот прямолинейно действуйте. Пока нет конкуренции вообще. Можно действовать просто прямолинейно, ничего не выдумываю. Третий момент, нужны большие инвестиции. Если вы хотите запустить там проект с тремя-четырьмя тысячами долларов, это можно, но я сейчас объясню, почему тяжело. В интернете очень важна скорость. Если вышел Чоколаев, условно, мы сразу же хорошо вложили, но она сразу же много узнала. То есть мы стали своего рода такой, ну, можно сказать, категорией, да. То есть, ну, скидки в интернете, наверное, там, в Казнете, там, Чоколаев. Если вы выйдете с маленьким бюджетом, даже через год выйдет другой игрок, но с хорошим бюджетом, там, сто тысяч, двести, пятьсот тысяч, миллион долларов. И он вас просто сожрет. Потому что вы не успеете со своими маленькими деньгами стать категорией, а он сразу станет категорией, а вас вообще забудут. Ну, чем молодежь утешил вообще полностью. Объясню, где деньги брать? Объясню. Ну, смотрите. Все просто. Трубочки – это неправильный ответ. Трубочки – неправильный ответ. Где брали мы? Вот прям, собственный пример. У меня просто ровно тот же вопрос. Я задавал себе еще, наверное, лет пять. Вот все приходят, там, о, бизнес начинает, там, с полмиллиона, с миллиона долларов. А где их брать? Логичный вопрос. Где брали мы? У нас была компания «Фотобук» российская, из которой мы взяли 60 тысяч долларов. То есть, ну, первые деньги – это те деньги, которые мы заработали на предыдущей компании. То есть, опять же, может быть, вы начнете какой-то сейчас маленький бизнес, но через какой-то период у вас будет возможность взять хорошие деньги, там, из своего маленького бизнеса, и вложить его, там, в бизнес побольше. Мы сделали так. Но при этом нам их не хватало. Мы хотели собрать 150 тысяч долларов. Наша цель была. А у нас было 60. Надо еще 90. Начали бегать по друзьям и знакомым. Что мы им рассказывали? Мы написали бизнес-план, прям реально написали. Сказали, что сами мы вкладываемся вот такой значительной, в принципе, частью. Надо еще вот столько, мы вам даем вот такие-то доли в бизнесе. Будет там, через год станете там миллионерами, условно. Ну, бизнес-план всегда красивый, там. Всегда так получается. Ну, почти всегда. У меня не было ни одного бизнес-плата, чтобы мы там не становились миллионерами. Пока. Не всегда так получается, но если об этом, там, даже если на бумаге, даже если этого нет. Поэтому дальше мы начали бегать по друзьям и знакомым. И реально, вот как говорится, первые деньги ты собираешь у трех F. В английском выражении friends, family, fools. Вот. То есть семья, да, мне дал, допустим, деньги дополнительно мой брат родной. Друзья – это самый большой пласт, потому что если у тебя до этого был какой-то, скажем, то, что называется, трек-рекорд, да, то есть какие-то достижения, у нас они были, то тебе уже с большей охотой деньги будут давать твои друзья. Они в тебя просто верят. Вот сейчас нам деньги привлекать в новый проект вообще вот очень просто. Просто приходишь, говоришь, там, мы сделали чеколайф. Ну, окей, хорошо, надо денег. Условно говоря. Это факт, это прям реальный факт. И третье, fools, ну, здесь уже как повезет. То есть если ты сможешь успешно продать… Fools – это дураки же, не правильно? Дураки, да. Ну, дураки, да. Ну, дураки как? То есть дураками, в данном случае, называют просто людей, которые верят в то, что можно совершать, что дураки заработные. Но вот дураки, которые вложились в чеколайф, пока не дураки. Пока не дураки, да? То есть, конечно… Угадали, такие мастевые, пока не имеют дураки. Надо точно… Ну, вот так. Вот, в общем, три. И можно найти… Мы не собрали, опять же, наши 150 тысяч. Мы собрали всего 105 тысяч на старте. Но понятно, что дальше просто смысла не было. Ну, уже неплохие деньги для казна, это мы решили стартовать. У нас было 105 тысяч на старте, мы стартовали. Дальше нам… У нас деньги на какой-то момент кончились, быстро, вместе за три они кончились. И мы доложили еще 35 тысяч долларов пропорционально. Вот эти, наверное, были вторые, тяжелые, вот опять же, да? Очень тяжелые. Это было ровно год назад. По поиску. А, сегодня у нас какое число? Четвертое? Ну, как-то так. На второго числа, второго июля прошлого года была свадьба. Я был в тот момент в Москве, там свадьбу отмечали. И здесь все. Во-первых, огромный трат на свадьбу накладывается в том, что в бизнесе заканчиваются деньги. Ты находишься в Москве, слава богу, ты можешь бегать с инвесторами общаться и там договариваться о чем-то. Но… Прикольнее жениться. Да, это было офигенно. Это было… Я понимаю, какой это ценный опыт. Тогда нам так сказали, да? Инвесторы говорят, вот смотрите, мы можем даже в вас вложить, но вот этот весь цикл вложения – это 3 месяца. Потому что мы должны посмотреть на вашу отчетность, мы должны приехать посмотреть на команду и так далее и тому подобное. Через 3 месяца вы деньги получите. Но мы же понимаем, что через 3 месяца вы умрете, если вы не начнете сейчас зарабатывать. Поэтому забудьте о нас, они нам сами об этом сказали, забудьте о нас, езжайте и просто работайте. Просто думайте на тему того, что изменить, как с кем договорились. Чтобы вот этот момент пережить, пока они начнете зарабатывать больше. Мы послушались и прям реально так получилось. Приехали, все, мы сказали, ребят, денег не будет, давайте думать, как выживать теперь. Вот. Сели, подумали и вот что-то придумали. Вот так было. Ну класс. Так что 3 составляющие – большой рынок, во-первых. Во-вторых, хорошие инвестиции. И что я в 3-й сказал? Дураков побольше нет. Это там, подожди, мне что-то… Я запомнился, из этих трех подураков мне прям понравилось. Ну это классика такая, считается классикой. Ну в общем, на самом деле я думаю, что еще тоже важная вещь – это просто хорошо изучать, как работает модель. Не просто на него посмотреть со стороны, а глубже изучить. Вот условно, что такое интернет-склад для интернет-магазина? Ну конечно, склад как склад, да? Но не так, вообще не так. Тебе надо, чтобы понять различия, тебе надо поехать на любой нормальный работающий склад, там в Россию или в идеале, там может даже в Америку, если у тебя получится, да? И прям зайти на склад, там амазоновский, посмотреть, как они работают. Как у них там штрих-коды считываются, как у них там роботы ездят, там что возят, да? Какие машины они используют. Вот это просто посмотреть, и это же самое сделать здесь, и все у тебя будет хорошо. А если ты будешь делать по-своему, у тебя будет куча там неразберихов в товарах, бардак, ты будешь не понимать, что лежит, ты вообще в бочках, да? Литька! Я пошел в жопу, я бухал вчера. Вот это очень важно. То есть прям очень плотно модель, можно сказать, препарировать, да? Общаться с кучей людей вот по этой модели. Мы как-то, чтобы понять, как работает группа, мы, наверное, ну, с десятком людей пообщались. С людьми, которые делают все крупные сервисы в России, с инвесторами, которые в них инвестируют. И вот так потихоньку у тебя пазл складывается, да? То есть один тебе говорит какую-то одну вещь, другой там что-то скрывает, да? Ну, другой тебе, допустим, наоборот эту вещь расскажет, но он будет другой скрывать. Ты будешь понимать, чего не хватает, будешь уже целенаправленно эти вопросы задавать там третьим, четвертым, пятым людям. Так ты поймешь лучше, как модель работает. Вот это, я считаю, важно, не просто со стороны смотреть. А вообще твои прогнозы по развитию Казнета в целом? Он будет очень быстро расти. Я думаю, что, если брать, может, две части большой Казна, тогда медийная часть и электронная коммерция. Я думаю, что электронная коммерция будет и пережать рост медийной части. Объясню, опять, почему? Потому что медийная часть, к сожалению, у нас сейчас во многом в России. И вот эта российская часть, она может и будет расти. А наша казахстанская, она тоже будет расти, но она будет и немножко тяжелее, мне кажется. А что ты имеешь в виду медийная часть у нас в России? То есть, что это такое? Ну, половина трафика уходит на Mail.ru. Еще 85% в контакте. Это сомнительно. Почему? Ну, потому что пол Казахстана, то есть, как ты заводишь свою первую почту и где? Ты ее заводишь на Mail.ru. Потом, когда ты чуть-чуть въезжаешь в процесс, ты технично перепрыгиваешь на Gmail. Понимаешь? То есть, как бы, но я не считаю трафиком то, что, допустим, у нас пол Казахстана пользуются почтой Mail.ru. Какой же это трафик? Куда он уходит? Он уходит туда, к сожалению. То есть, это ресурс, у тебя там миллионы посещений в день. Вот это и есть трафик. Ты можешь этот трафик направлять еще куда-то. Ты можешь этим трафиком рассказывать о других проектах. Вот. Это огромная сила. Поэтому это жаль, что так происходит сейчас. И думаю, чтобы местные медийные сайты хорошо росли, и нужно превращаться постепенно тоже в сервисы. Чтобы они какие-то потребности удовлетворяли дополнительно. То есть, понятно, есть такие вещи, как новостной сервис. Да, то есть, местные новости наши по-любому лучше показывают. Поэтому их удобно читать у нас. Допустим, колеса – это тоже сервис. Это сервис по продаже машины. Понятно, что не на автору идти тебе. Чем больше, наверное, будет таких именно сервисов локальных, тем проще сайт, наверное, твой будет продвигать. Потому что стать таким якорным трафикогенератором, как почта, как социальная сеть, наверное, уже не получится. Как поисковик, да, вот эти три основных трафикогенератора. Нужно быть именно таким удобным сервисом, который заточен под местный… Клорид. Клорид, да. А электронная коммерция, у нее, в теории, очень большие преимущества, если она местная. Потому что, допустим, ну, сейчас заходят российские. Доверие большее, плюс гораздо короче срок доставки – это критично. Доставка от купи VIP из России – это там десятки дней. Доставка для моды из России – это 5-7 дней. Тоже долго. Если местный игрок делает доставку, он может делать доставку день в день на следующий день. Понятно, что у него будут покупать. Никто ждать не хочет. Поэтому у местной электронной коммерции большое будущее. Ну, только что-то это толком ей никто не занимает. Подожди, сейчас. Я чувствую уже сейчас, поскольку мы в рынке, да, очень большое количество групп людей начинает очень серьезно этим заниматься. В ближайшее время откроется очень большое количество интернет-магазинов, таких нормальных. То есть сейчас нормальных интернет-магазинов, там, Дисти, Флип, там, еще, да, перечислить на пальцах, может. Очень мало. Но они сейчас будут появляться. Как только люди привыкнут покупать в интернете, они уже не захотят покупать в офлайне. Ну, отдельной категории товаров. А какие категории товаров наиболее подвержены электронным покупкам, по твоим ощущениям? Стандартизированные. То есть, например, ты покупаешь ноутбук Sony. Он что, там, у слупака ноутбук Sony, там, конкретной модели, да, что, там, у технодома, что в интернет-магазине. То есть если есть гарантия, если это действительно настоящий, но, как правило, все-таки настоящие вещи продают, то разницы нет, где покупать. И дальше вопрос стоит только цены. Ну, и скорость доставки, да. Ну, все. Кто даст меньше цену, у того и куплю. А сравнивать в интернете очень просто. Поэтому, как правило, там, первым растущим рынком является электроника. Бытовая техника, очень важно тоже, что люди делают. Они иногда, там, приезжают в магазин настоящий, проходятся по, там, полкам, и, вот, хороший, там, как-то, холодильник, да, хороший холодильник. Дальше они заходят в интернет-магазин и покупают там. А в Амазоне, есть вообще, в Амазоне есть приложение такое классное. Оно позволяет тебе просто фотографировать твой товар, и он сам найдется на Амазоне. И скажет, там, вот здесь ты видишь ценник, там, 50 тысяч тенге, а Амазон, там, 35 тысяч тенге, условно. Все, заказ тут же на Амазоне, и тебе привезут. То есть, ну, вот эти, я думаю, что вообще это может убить даже в какой-то степени оффлайн торговлю этими товарами. Будет убивать постепенно. Бытовая техника, электроника, это прямо в самом начале. Ну, мне очень странно, что вот эти компании наши, ну, вот у нас три игрока, да, Планета, Сулпак и этот, как его зовут, Технодом. То есть, они так это как-то невнятно весьма раскачивают, хотя им-то вообще сам Бог велел. Смотри, у них конкуренции нет в интернете сейчас. У них нет конкуренции в интернете. Они ни с кем здесь не конкурируют. Они конкурируют там, в реальном мире. И пока все правильно не делают, они не хотят там упустить свое лидерство. Если они там остановятся, то они его там начнут терять. Пока рынок интернета, он гораздо меньше. Что им мешает вот это лидерство здесь развивать? Ну, они развивают. То есть, у всех есть интернет-магазины, и все, они тоже начинают биться. Просто они видят объем продаж. И очень понятно, ну, условно, вот мы, Чоколаев, да, нам развивать маленький город, допустим, Ак-Тубе или Алматы. Можно огромными силами идти в Ак-Тубе, и ты поднимешь продажи в три раза, да, но подъем этих продаж в три раза – это то же самое, что на один процент поднять Алмату, условно, или там на два процента Алмату. То же самое у них, да, то есть им вместо того, чтобы вот этого маленького рынка электронной коммерции биться, да, он пока реально маленький по сравнению с их оборотами. или у них есть там, реально, им легче магазин построить, наверное. Но это все поменяется, конечно. На Горизонте там пяти лет, а они все очень серьезно начнут заниматься оффлайном. То же самое, что сейчас в России делают M-Video, там, E5, там, и другие магазины, они очень серьезно ушли в онлайн. Но у нас немножко рано пока. Как бы не рано, на самом деле, и надо идти туда. То есть, кто все равно, кто из них раньше придет, то у того все будет лучше, чем у других. Того и тапочки. Того и тапочки, да. Рамиль, ты мой хороший. Сексация. Не, я, знаешь, мы уже, по-моему, часто говорили с лихвой, просто я так, правда, занимательно слушать, я бы еще часов, если честно, послушал. Это вот, вот этот парень, это есть тому доказательство, что есть еще ягоды в ягодицах, да, у этого казнета. Их очень много. Ну, это неправда. Это правда? Это неправда. Это правда, ты увидишь их, ты увидишь. Еще дай пять лет, и ты увидишь. Не, ну, чувак, через пять лет мы и будем об этом разговаривать. То есть, сейчас, по-моему, ты больше на таком патриотизме рассуждаешь, чем на реальных фактах. То есть, чтобы эти люди появились в казнете, да, то есть, через пять лет уже выстрелить, они уже должны там быть сейчас, хотя бы в зачаточной форме, да? Это Леша Ли. А? Алексей Ли. Кто это? Айдрайв, Тикетон и так далее. Вот сейчас увидите, даже проект Тикетон суперский. Они, свой Айдрайв, сейчас читал твит, 20 тысяч установок приложения только андроидского уже сделали. Они молодцы, у них очень сильная команда, они там вперед пойдут. Ну, окей. Ну, много таких. Ну, что много? Ну, кто это? Просто сейчас еще у них немножко разный уровень денег, которые они привлекли, да? Да, и вот этим... А, Улан Караджигитов, который БФФ, они тоже очень сильные ребята. Да, им сейчас там побольше денег, влей в них, да, и они там очень быстро казнат прижмут. Таких несколько групп людей. Ну, вот я, по большому счету, так перманентно с этими группировками, так или иначе, я отслеживаю их деятельность, и так или иначе, с них знаком. Так, ну, немного. Ну, окей. То есть, нет, да слава Богу, на самом деле, что эти команды есть. Я в смысле, я только радуюсь. Почему? Потому что я никогда не боюсь, что вокруг много талантливых людей. Меня, например, это всегда бодрит и возбуждает. Конечно, конечно. То есть, это только тормозов, у лохов, это вызывает там апатию и депрессию, мне кажется. То есть, я очень рад. Пускай вокруг будет очень много прикольных ребят, которые будут вот так гореть, искать и не сдаваться. Давай, Милич, спасибо. Спасибо. Я просто так сделаю. Да, пожалуйста.